всем привет вы на канале мотохайкер и так сегодня я получил очень интересную посылку которую я хочу распаковать вместе с вами ну и показать вообще содержимое сегодня только у нас будет раз коробкинг обзора никакого не будет потому что обзор нужно сделать немножко вещь по юзов поэтому сегодня только посмотрим содержимое коробки и так давайте посмотрим же что же там я посылку еще не вскрывал это будет сейчас первое вскрытие и все что я увижу это я буду видеть это первый раз так же как и вы оставайтесь на связи а мы продолжаем скрывать коробку как друзья давайте же вскроем и посмотрим наконец-таки содержимое этой коробочки немножко волнуюсь потому что ценник этого девайса он я бы сказал не маленький так видно вам хорошо о так но это накладные вот смотрите что у меня есть точнее вот так вот это терморестовский квилт комфортная температура минус 6 градусов цельсия меня радует что вот он пришел именно в такой упаковке и я я вам расскажу сейчас ну сейчас мы когда посмотрим это я вам сейчас расскажу почему я его взял именно этот так тут у нас это вот это то что вы сейчас видите это мешок для хранения это пуховый квилт моей мечты сейчас посмотрим вот он вот он вот его содержимое он реально объемный но такой воздушный пуховый класс только вот я что-то здесь а вот еще компрессионный мешок нему идет потом запихну его в компрессионный мешок покажу вам какого размера ну и также скажу как у какая у него масса ну что я могу сказать ребята по поводу этого девайса какие у него характеристики так сейчас то есть feel power у него 900 в общем вот как как пишет как пишет непосредственно производитель масса его должна составлять 549 грамм но это вообще супер легкий это ультралегкий да вообще классно комфорт 0 до минус 6 получается в этом диапазоне должно быть тепло так ладно ну знаете вот он шикарен он шикарен вот он такой пушистый вот прям вообще обалденно мне нравится ребята это сейчас не это сейчас не обзор этого я сейчас просто показываю вам раз коробкин ну и соответственно сейчас я сменю камеру внешний вид на себя и расскажу вам все мать почему я его купил и как я к нему пришел ну и соответственно скажу сколько он стоит в общем немножко потерпите обалдеть вау шик ладно теперь меняем камеру и расскажу вам и так друзья почему я купил именно вот этот квилт начну с того что изначально я заказал себе от начал хайка одеяло такое пуховая с комфортной температурой если они не ошибаюсь там 11 градусов было она мне показалось ну цена-качество приемлемая я его заказал масса того девайса было того мешка скажем он мешок одеяло было 6 560 грамм где-то так плюс-минус но соответственно его комфортная температура была 11 градусов поэтому мне пришлось еще заказать конденсатник к нему который весит 120 грамм и также еще вкладыш который утепляет его это в принципе прикольная комбинация можно варьировать зависимости от погоды но опять же это добавляет массы соответственно если берем спальный мешок пуховый над ней чирл хайки 560 грамм плюс 120 грамм этот конденсатник и плюс 250 грамм утепляющий вклады что мы получаем где-то 900 с небольшим граммов в общем ваш ваша спальная система будет весить и это я считаю что немножко многовато есть конечно преимущество есть и недостатки недостатки того что надо много всяких там слоев делать это я считаю недостаток плюс но опять же вес почти 900 грамм спальная система таскать что касается вот этого квилта который я взял он нас масса как мы увидели да там 500 с небольшим граммов и все и комфортная температура 0 это получается мне не надо таскать конденсатник с собой ну вкладыш это опять же по желанию и все бы ничего друзья я бы в принципе с этой спальной системы как бы был бы доволен но как-то раз я его решил развесить ну чтобы он немножко надулся он все-таки пуховый этот я сейчас говорю про начал хайковский мешок и вот он немножко так повисел у меня набух я так начал его щупать и в одном месте там знаете из была зона где-то 40 50 сантиметров пуха не было вообще то есть от слова вообще то есть тряпка к тряпочке то есть получается пух в нем был немножко неравномерен то есть я сейчас покажу вам картинку где-нибудь здесь высветится вообще чтобы вы знали о каком мешке я говорю и меня это обстоятельство немножко как-то разочаровала я посмотрел еще на моя его брал на амазоне посмотрел могу ли я его еще вернуть да то есть у меня мог была возможность его отправить назад что я собственно быстренько и сделал начал гуглить искать и и вот нашел короче на этот вот замечательный квилт цена его конечно я бы сказал немножко немножко да дороговато но опять же это все ребята относительно стоит он 320 евро то есть ну цены разные в разных магазинах я видел из за 360 но я вот нашел за 322 евро и заказал его вот на каком-то из сайтов в общем да да первый взгляд можно сказать что это дорого да сказать так подумать можно тысяч пять километров по европе проехать на бензин правильно но опять же если ехать куда-то в скандинавские страны да даже по германии и чисто ночевать в отеле то ну надо рассчитывать где-то около соточки за номер соответственно три дня в день в отеле в скандинавии вот тебе эти же 300 евро грубо говоря ты потратишь поэтому судить дорого это или недорого я не знаю это все относительно опять же этот девайс я сейчас купил потом съезжу с ним в скандинавию там покатаюсь там его испытать и я потом буду им пользоваться везде при других раскладах он считается как демисезонные можно пользоваться весной осенью ну вот в пределах комфортно как вы уже поняли до пределах нуля что в принципе для европы нормально то есть в европе это зимняя температура у нас сейчас январь месяц и температура ниже 0 не опускается ночью даже по-моему теплее чем днем поэтому этого должно мне хватить более чем учитывая его массу в 500 там 549 кажется там грамм было не помню сейчас точно то это вообще это вообще нормально сегодня я его естественно протестирую в домашних условиях открою окно вечером надую свой коврик терморестовский и попробую поспать ночку вот в домашних условиях посмотреть как будет естественно тестировать его потом буду в полевых условиях так скажем и уже там же я буду делать какой-то обзор на него говорить какие-то за против плюсы минусы сейчас это ну сейчас я просто радуюсь покупке и все поэтому сейчас пока точно я не могу на нем дать вам какой-то конкретной информации квилт это ребята этот это не совсем спальный мешок то есть это как бы спальный мешок только без спины потому что когда вы будете лежать на спине с этот материал на спине у обычного спального мешка он спрессовывается и соответственно греть там ничего не будет поэтому придумали вот такой вот замечательный квилт квилт без спины он привязывается к матрасу то есть получается вы можете эффективно использовать всю ширину матрасика допустим если вы переворачиваетесь там ворочитесь у данного у данного квилта есть вот такой мешок как бы для ног то есть многие сюда вставляются далее видите здесь нет как бы спины а ну получается такой как бы полуодеяло полу спальник да собственно это его и фишка существует еще квилт и других производителей есть от ситу сами тоже тоже в то в таком же ценовом диапазоне да что еще хотел сказать поэт про этот пух этот пух вообще да вообще пуховые спальные мешки насколько вот я узнавал в этой вообще гуглил смотрел блогеров всегда говорят что пуховые вроде как они боятся влаги поэтому если вы там куда-то едете во влажные регионы то пуховы лучше с собой не брать что касается данного квилта у него пух он обработан какой-то там специальной гидрофобной пропиткой которая по идее должна отталкивать в воду соответственно он воды не боится но учитывая конечно его цену он сука не должен бояться воды я это от него ожидаю естественно ребята все потом протестируем в поле все потом расскажу в общем понравился видос ставь лайк подписывайся на канал ну а с вами был я вели увидимся до новых встреч